На небеса можно взойти только по вере в правду Божью. Бытие, глава 3, стихи 1, 24. Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Если мы уверуем в изречённое Богом слово о воде и духе, мы спасёмся от всех грехов, но если мы не уверуем, мы впадём в искушение сатаны и погибнем духовной смертью. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, змей спросил женщину, действительно ли Бог не велел вам есть ни от какого дерева в саду? Тогда Ева сказала, нет, мы можем есть плоды деревьев в саду, но о плоде дерева, которое посреди сада, Бог сказал, не ешьте его и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. Слова Евы указывают на то, что она не верила в слово Божье по-настоящему. Во второй главе книги Бытие Бог сказал человеку, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь. Бытие, глава 2, стихи 16-17. Так Ева поставила под сомнение слово Божье, а это означает, что она ему не поверила. Именно потому, что Ева не уверовала в слово Божье, дьявол продолжал искушать её сердце. Сказав ей, нет, даже если вы вкусите плод дерева познания добра и зла, вы никогда не умрёте. Дьявол внушил сердцу Евы твёрдое убеждение. Он сказал ей, знает Бог, что в тот день, когда вы вкусите этот плод, вы уподобитесь ему и познаете добро и зло. Поэтому он и не велел нам есть этот плод, чтобы вы не познали добро и зло и не уподобились ему. Какие цели дьявол скрывал в этих словах? Он хотел побудить Еву восстать против Бога. До этого сатана уже восстал против Бога и был за это низвергнут. Но вместо того, чтобы отказаться от своих честолюбивых устремлений и повиноваться Богу, дьявол продолжал выступать против него. Из-за того, что у Евы не было веры, она в конце концов вкусила плод. Именно потому, что Ева не верила в Слово Божье, она согрешила, поверив вместо этого словам дьявола, за что очень поплатилась. Вкусив от дерева познания добра и зла, Адам и Ева прикрылись смоковными листьями. Как только они вкусили от дерева познания добра и зла, им стало стыдно за себя. А если человеку стыдно, он пытается скрыть свой позор. Вот почему людям порой трудно смотреть в глаза другим из-за грехов в своих сердцах. Если в сердце человека есть грехи, он не сможет посмотреть в лицо Богу. Это потому, что ему стыдно за самого себя, поскольку в его сердце есть грехи. Когда люди впадают в смятение из-за своих плотских помышлений, они неизбежно попадают в искушение сатаны и погибают. Библия говорит, что когда Адам и Ева пали, их сердца стали пустыми, и они сделали себе одежды из смоковных листьев. Когда грех запятнал совесть Адама и Евы, они тут же погрузились во тьму. Они уже не могли видеть Бога и даже не могли вспомнить о том, что Бог им сказал. Что произошло после этого? Им стало стыдно. Устыдившись своей ноготы, они сшили смоковные листья и прикрылись ими. Но поскольку они с самого начала жили на Гиме в Эдемском саду, им нечего было стыдиться. Однако после того, как в их сердца вошел грех, их обуяли стыд и тьма, и из-за этого стыда они сшили себе одежды из смоковных листьев. Адам и Ева совершили поступок, который навлек на них проклятие, потому что они не верили в Слово Божье. Дьявол сказал им, что они должны уподобиться Богу и познать добро и зло. Но что произошло после того, как они вкусили от дерева познания добра и зла? Они погибли. Это их погибель означает разрыв отношений с Богом. Если Бог – Солнце, то мы – растения, а ни одно растение не может существовать без Солнца, а тем более расти. Без Солнца невозможна сама жизнь. Поэтому, так как между растениями и Солнцем выросла стена, она затеняет растения, и к ним уже не проникает солнечный свет, из-за чего растения погибают. Другими словами, именно потому, что люди не верят в Евангелие воды и духа, дарованное Иисусом Христом, нашим Господом жизни, они погибают духовной смертью. Даже несмотря на то, что Господь пришел с Евангелием воды и духа, чтобы нас найти, из-за того, что люди не приняли этого Господа в свои сердца, их постигла духовная гибель. Те, кто не знают правды Божьей или не верят в нее, даже если знают ее, погибнут и телесно, и духовно. Все они погибнут. Их постигнет духовная гибель. Они навлекли на себя позор, грехи, проклятия и страдания. Короче говоря, все неверующие в Евангелии воды и духа отлучены от Бога. Что произошло с Адамом и Евой после того, как они сшили и надели на себя одежды из смоковных листьев? Бог позвал Адама, но Адам от стыда спрятался посреди деревьев. Бог сказал, Адам, где ты? Адам ответил, Я спрятался, ибо убоялся, что я наг. Адаму и Еве стало стыдно, потому что они не поверили Слову Божьему. С духовной точки зрения это означает, что они теперь навлекли на себя проклятие и смерть. Это произошло не потому, что они не смогли творить добрых дел, но главным образом, потому что они вкусили от дерева познания добра и зла. По сути, неверие в Слово Божье – это грех. Вот почему Библия говорит «Всё, что не по вере – грех». Римлянам, глава 14, стих 23. Если мы не верим в Слово Божье именно так, как оно нам изречено, мы совершаем грех. Это самый тяжкий грех. Неверие в Слово Бога – это грех против Него и тяжкое преступление. Поскольку Адам и Ева не верили в Слово Божье всем сердцем, им стало стыдно, и они спрятались. Они отлучили себя от Бога. Они испугались Божьего появления. Однако Бог явился им и сказал «Где ты?» «Я скрылся из-за своей ноготы». «Кто сказал тебе, что ты наг?» «Кто это тебе сказал?» «Неужели кто-то сказал тебе, что ты наг?» Человеку стало стыдно, потому что он впал в заблуждение, из-за чего стал жить тяжелой и утомительной жизнью. Все эти ужасные жизненные условия стали следствием греха, который отдалил человека от Бога. Если вы хотите уверовать в правду Божью, вы должны хорошо знать грехи своих праотцов. Здесь в книге «Бытие» написано, что Бог сделал для Адама и Евы одежды кожаные и одел их в них. Кожаные одежды в данном случае имеют отношение к одеждам жизни. Человек согрешил, потому что его сердце было обмануто дьяволом, а не потому, что он совершил плохие поступки. По сути, в человеческом сердце изначально не было греха. Но сатана посеял в его сердце сомнения и внушил ему неверие. Вот почему Бог осудил сатану и наказал его, возложив на него ответственность за этот грех, как написано в «Бытие», глава 3, стихи 13-14. «И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». «И сказал Господь Бог змею, «Зато, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Чтобы выявить главного преступника, Бог спросил Адама, для чего он съел запретный плод. И Адам сказал ему, что он съел плод, потому что его дала ему жена, которую дал ему Бог. Бог тогда обратился к Еве и спросил ее, «Зачем ты это сделала?» Ева сказала, «Змей убедил меня это сделать, и поэтому я съела плод». Тогда Бог сказал змею, «Так это твои проделки». За то, что ты посеял неверие в сердцах Адама и Евы и убедил их вкусить от дерева познания добра и зла, ты будешь проклят и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вот как Бог проклял змея. Бог проклял змея за грех лжи, и именно из-за этого греха были прокляты мы. Человек был проклят не за то, что он в чем-то нечист, но вследствие искушения змея. Другими словами, именно дьявол водворил грех в человеческое сердце. Поэтому здесь мы можем спросить, почему Бог поставил сатану на первое место. Но изначально сатана не был таковым. Если мы обратимся к Иезекиилю и Исаии, то Библия называет сатану Деница, сын Зари. Исаия, глава 14, стих 12. Здесь Деница, сын Зари, буквально означает «Утреннюю звезду». Это падший ангел, который прежде был высшим из всех ангелов, сотворенных Богом. Этот ангел восстал против Бога, и Бог изгнал его, сказав, «Ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Таким образом, этот ангел, который был изгнан и низвергнут с небес, и есть сам дьявол. Этот падший ангел есть никто иной, как сатана, а его приспешники называются бесами. Хотя Библия подробно не описывает происхождение сатаны, здесь, в книге Исаии, мы видим, что это был ангел, который восстал против Бога. Мы также видим, что дьявол исчез с глаз человека. Вот почему Библия не упоминает, что Бог создал сатану, когда сотворил вселенную, видимый мир. Бог положил вражду между человеком и змеем, что привело человека к тому, что он вкусил от дерева познания, добра и зла. В наше время, однако, многие люди фактически дружат с дьяволом, даже несмотря на то, что он считается их врагом. Тем не менее, человек и дьявол враги друг другу. Поскольку Бог положил вражду между змеем и человечеством, между змеем и женщиной, между его потомками и потомками женщины, они являются смертельными врагами друг другу. Здесь, в Бытие, глава 3, стих 15, Бог сказал, что Спаситель Иисус Христос придет на эту землю как семя женщины, поразит змея в голову и спасет нас, людей, от греха, приняв крещение и крестную смерть на этой земле. Бог сказал в Бытие, глава 3, стих 15, «И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Существует ли вражда между Богом и дьяволом? Да, но в сегодняшнем отрывке из Писания Бог также положил вражду между человеком и сатаной. Поскольку сатана не равен Богу, то, возможно, называть его врагом Бога, значит, переоценивать его, но он все равно является его врагом. Являясь творениями, этот падший ангел и человек враждуют друг с другом, а что касается Бога, то у него нет достойного противника. Но сатана восстал против Бога с огромным количеством других ангелов, использовав человека в качестве посредника. Это означает, что сатана восстает против Бога от начала и до конца. Поэтому Бог положил вражду между человеком и дьяволом. Он сделал их вечными врагами. Разве дьявол не восстает против правды Божьей, делая вид, что помогает людям? Сатана по-прежнему обманывает людей своей ложью, чтобы они восстали против Бога и Его Слова истины. Так что сатана и человек и поныне являются врагами друг другу. Однако написано, что семя женщины поразит змея в голову. Бытие, глава 3, стих 15. Кто в данном случае является семенем женщины? Это Иисус Христос, который пришел на эту землю через тело Девы Марии. Речь идет об Иисусе Христе, который родится на этой земле в образе человека. Он не является семенем мужчины. Он не был зачат в результате отношений между мужчиной и женщиной, но он был зачат Святым Духом. То, что семя женщины поразит змея в голову, означает, что это семя женщины. Иисус Христос придет на эту землю в образе человека и разрушит дело дьявола, то есть он изгладит грех, который дьявол водворил в сердце человека. Таково послание Евангелия воды и духа, которое мы сейчас проповедуем. В Библии написано, что дьявол будет жалить семя женщины в пету. Это имеет отношение к страданиям Иисуса Христа и предвозвещает то, как Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя, будет распят и прольет свою кровь насмерть. Иными словами, это имеет отношение к распятому Иисусу Христу и является пророчеством о Его смерти, которую Он примет, будучи пригвожденным к Кресту по рукам и ногам в качестве возмездия за грех. А через Евангелие воды и духа Иисус поистине исполнил Свой завет. Поэтому вечным спасителем человечества является Иисус Христос. Бог Отец сделал кожаные одежды, принеся в жертву Иисуса Христа и одел в них Адама и Еву. В то время, как человек сшил и надел одежды из смоковных листьев, «Сам Бог сделал кожаные одежды». Чтобы сделать кожаные одежды, нужно умертвить ягненка. Иными словами, кожаные одежды в данном случае означают, что Агнец Иисус Христос спасет нас ценой своей жизни. Закон Божий справедлив, как написано, «Да не пощадит его глаз твой душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Второзаконие, глава девятнадцатая, стих двадцать первый. Это означает, что Бог спас нас, передав наши грехи одному живому существу и умертвив его вместо нас. Такова справедливость Божья, и это означает, что Бог спас нас таким образом. Этой истиной является Евангелие воды и духа. С помощью Иисуса Христа Бог взял на себя все наши грехи и спас нас водой, кровью и духом. Если человек уверует в Евангелии воды и духа, которым Господь нас спас, он будет спасен. Но те, кто не уверуют в правду Божью, а вместо этого изо дня в день будут плести себе смоковные листья, чтобы сделать из них одежды, и будут продолжать это делать всякий раз, когда одежды порвутся, навлекут на себя проклятие. Вы должны помнить, что Бог предопределил, чтобы верующие в Его правду и Его Слово взошли на небеса. Поэтому на небеса восходят по вере в Евангелие воды и духа, и прощение грехов получают тоже по вере в Него, равно как и дарованные Богом благословения. Что людям теперь нужно, так это вера в правду Божью. И тем из нас, кто получили прощение грехов, тоже нужно верить в Слово Божье. Бог спас нас этим путем веры. Вот почему эта вера очень нужна. Все верующие в Евангелие воды и духа обязательно взойдут на небеса верой. Мы спаслись от греха верой в Евангелие воды и духа, которая представляет собой правду Божью. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Мы должны проповедовать этот путь веры. Этот путь веры есть правда Божья. Это спасение обретается по правде Божьей. Именно Бог спас нас от греха. Когда Библия говорит, что Бог сделал для Адама и Евы кожаные одежды и одел их, это означает, что Бог спас Адама и Еву, принеся в жертву Иисуса Христа, то есть посредством его крещения и смерти на кресте. Понимаете ли вы это? Но во что верят современные христиане? Разве они не плетут и не носят одежды из смоковных листьев? Такие понятия, как покаянные молитвы и возрастание в святости есть не что иное, как одежды из смоковных листьев. Подобная вера убивает душу. С такой верой люди не смогут взойти на небеса. Бог дал очень ясно понять в третьей главе книги Бытие, что спасение невозможно обрести таким способом, как написано в Бытие глава третья стихи двадцать второй двадцать четвертый. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Грешникам, которые пользуются собственными критериями добра и зла, не должно быть позволено обрести вечную жизнь, вкусив от дерева жизни. Вот почему Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада как грешники. Несмотря на то, что Адам и Ева познали добро и зло, они теперь получили только собственный критерий добра и зла и поэтому были изгнаны из сада. Существует только абсолютный критерий добра и зла, который установлен самим Богом. Только то, что Бог считает добром, является абсолютным добром, и только то, что определено Богом как зло, является абсолютным злом. Однако, вкусив от дерева познания добра и зла, человек тоже стал знать добро и зло. Но проблема в том, что это знание добра и зла было лишь его собственным знанием. Иными словами, человек получил собственный критерий добра и зла, чтобы решать, что хорошо, а что плохо. Но из-за того, что человек получил собственный критерий добра и зла, он в конце концов был изгнан из Эдемского сада, потому что иметь собственный критерий добра и зла помимо Божьего это грех в Божьих глазах. Но тем, кто пользуется собственным критерием добра и зла и не хотят его отвергнуть, Бог не позволил вкусить от дерева жизни и обрести вечную жизнь. Вот почему Бог поставил на востоке Эдемского сада Херувима с обращающимся мечом, который охранял все пути к дереву жизни. Это означает, что в Эдемский сад можно войти только верой в его благодать, как написано «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, глава первая, стих семнадцатый. Также написано «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Матфея, глава одиннадцатая, стих двенадцатый. Ангел охраняет Царство Небесное с обращающимся пламенным мечом. Поэтому, если какой-либо грешник попытается войти в Царство, он тотчас же будет сражен. Но что произойдет, если вы войдете в Царство Божье с верой в Евангелие воды и духа? Вы получите радушный прием. Все ангелы будут вас приветствовать. Небеса – это царство правды, в которое можно войти только с верой в Евангелие воды и духа, Слово Божье. Поэтому из первой и второй глав книги Бытие мы можем узнать следующее. Хотя небеса сотворил Бог, на эти небеса можно взойти только с верой, то есть это могут сделать только верующие в Слово Божье. Те же, кто не веруют в Евангелие воды и духа, которая представляет собой правду Божью, закончат не только своим неверием, но также будут прокляты и изгнаны. Неверующие в это Евангелие являются слугами Сатаны. Если мы не веруем в правду Божью, этим дело не закончится, но мы будем отлучены от истины, которая делает нас Божьими детьми. В конечном счете мы превратимся в слуг дьявола. Вот что мы должны понять. Поэтому сколько бы людей в этом мире громко не утверждали, что они верят в Иисуса, если они не верят в правду Божью, им уготован ад. Если человек надеется на свою деноминацию и исповедует догматическую веру, и если у него есть грехи, он неизбежно будет проклят и ввергнут в ад. Среди тех, кто не родились свыше, есть христиане, которые уверены в том, что взойдут на небеса. Все они исповедуют веру в Иисуса по-своему. Но в действительности эти люди идут в ад, потому что они фактически не верят в слово Евангелия воды и духа и продолжают придерживаться собственных критериев добра и зла. Иными словами, если человек не верит в слово правды Божьей должным образом, значит он идет в ад. Господь спас нас Евангелием воды и духа. Однако люди не хотят познать это Евангелие, а тем более в него уверовать. Что же с ними произойдет? Они неизбежно попадут в ад, потому что их ничего не ожидает, кроме этого. Может ли человек взойти на небеса только потому, что он этого хочет? Нет, если он не получит прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, он никак не сможет туда войти. Туда входят только рожденные свыше. Это требует искренней веры, и эта искренняя вера, которая дает человеку возможность войти в Царство Божье, является верой в Евангелие воды и духа. Царство Божье – это царство веры. Именно верой мы входим в Царство Божье, детьми. Как человек может войти в это Царство Небесное, если он даже не верит в Бога Отца, Сына Иисуса Христа и Духа Святого, которые пребывают на небесах. Здесь имеет значение только вера. Именно верой мы становимся Божьими детьми. Это само собой разумеется. Глупо верить, что какие-то грешники тоже окажутся среди обитателей небес, потому что они ходят в церковь. Если вы верите в Бога, согласно Его слову, вы взойдете на небеса, но в противном случае вы несомненно отправитесь в ад. Мои единоверцы, мы спасаемся именно верой в Евангелии воды, и духа. Если же мы не уверуем в это Евангелие, мы согрешим против Бога и останемся грешниками, только чтобы в конечном счете стать слугами сатаны. Поэтому мы обязательно должны уверовать в Евангелие воды и духа, Слово Божье. остави евангелие